Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тололихин совсем недавно пришёл работать в секцию Антона. Как раз, когда всё это началось. Мы его возьмём. Никуда не денется. А может, есть ещё жильё? А ты можешь посмотреть, где он прописан? Мы перешли на «ты»? Если не против. Адреса нет, выписан в никуда. А откуда выписан? Село Юдино, улица Астахова, дом 23, квартира 5. Это здесь, недалеко. Поехали. Но я неchéт cache, как даётам. ú Очень непонятно! Инерописан Поехали до войны и наши жилья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый вечер Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Продолжение следует... Продолжение следует... Документы покажи... Нет документов... Продал... Так, Астахово 23, квартира 5, твой адрес? Был мой... Риэлторы черные отжали... Здесь что делаешь? Так, участки охраняю... Отдыхай... Значит наш Руслан живет по поддельным документам... Да, и зовут его скорее всего не Руслан... Можно пробить фото с паспорта по базам... Не факт, что найдут... Если он не привлекался в базах, его нет, но попробовать стоит... Сейчас... Так, все, отправила фото Исуеву... И попросила пробить по базам... Подожди еще минуту... Антон, привет, как дела? Отлично... Скажи, а это твой новый тренер, Руслан... Ты что-то про него знаешь? А, да нет, ничего... Ладно, давай, на связи... Пока... Антон говорит, что Руслан встречается с директором школы... Маргаритой Александровной... Приехали... Зачем ты сливал информацию с Суходольским? Как ты поняла? Информацию сливал явно кто-то из следственной оперативной группы... И только ты учился с ней в одном институте... Да, мы с ним учились, это правда... Поэтому его первая жена пыталась меня вспомнить во время разговора... Как с Алексеем заканчивали пятый курс, а она первая... Могла видеть меня в институте... Он тебе платил? В нашей структуре информацию принято скрывать до последнего... У нас все не разглашается... Все тайна следствия, все под лифом секретно... Но... По городу ходит серийный убийца... Мы обязаны предупредить его потенциальных жертв... И чем больше людей будет предупреждено, тем лучше... Я так считаю... Я так считаю... Подумайте... В рабочих отношениях? Дело в том, что... Он подозревается в серии тяжких преступлений... С документами у него все в порядке... Дети на него не жалуются... Человек он исполнительный... Тренер отличный... Что я вам могу еще сказать? Позвоните нам, когда он выйдет с вами на связь... И имейте в виду... Ваш тренер живет по поддельным документам... И вам может оказаться, что он вовсе не Руслан... Хорошо... Если он выйдет с вами на связь, я обязательно вам позвоню... Ну что... Врет наша директорка? Так сейчас, кажется, модно говорить... Конечно, врет... Но чтобы это понять, не нужно быть психологом... А вот то, что он живет по поддельным документам... Сильно ее озадачено... Мужики... Мужики... Мужики, помощь нужна... Телефон позвонить... Ты грабанули меня... Только быстро... Благодарю... Я здесь... Алло, кто это? Маргош, это я... Маргош, это я... Руслан, ты где? Ко мне приходили из следственного комитета... Говорили про тебя ужасные вещи... Маргош, слушай меня внимательно... Все не так, как кажется на первый взгляд... Никого не слушай... Я тебе все объясню... Ты где? Я не хотел тебя в это впутывать... Но... Послушай, мне нужна твоя помощь... Мне нужна... Одежда... И... Немного денег... Я тебе все вернула, обещаю... Конечно, я все привезу... Куда ехать? Маргош, ну ее же никуда ехать... Давай встретимся завтра утром... Почему завтра? Я приеду сейчас... Ну, Женька-то многого останешься... Хорошо... Маргош, встречаемся завтра утром... Пиши адрес... Пиши адрес... Маргош... Руслан... Что происходит... Что ты сделал, скажи мне... Ничего такого, за что ты бы не могла меня простить. Правда? Правда. Кто ты? Как тебя зовут? Стоять! Полиция! Стоять, стоять, стоять! Ее забирайте! Стоять! 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 Привет. Поговорим? А есть о чем? Давай попробуем. Ко мне приходила полиция. Расспрашивали про ту историю, когда ты... Когда... Когда я тебя избил? Да. Кажется, они думают, что ты можешь быть тем убийцей, про которого рассказываешь в передачах. И что ты им сказала? Я сказала, что ты не можешь причинить никому боль. Леш, я видела твои сюжеты. А что с тобой происходит? А что со мной происходит? А ты никогда раньше таким не был? Каким? Злым. Циничным. Как будто тебе на всех наплевать. Но я уже знаю, что ты не такой по натуре. А может, я как раз такой по натуре? А сейчас просто открыл свое истинное лицо. Конечно, нет. Я-то знаю, что ты не такой. Я тебе про родителей рассказывал? Мой отец годами избивал маму. Я дал себе слово, что я никогда, ни при каких обстоятельствах не подниму руки на женщину. Ну, видимо, природу не обманешь. Гены. Леш, так нельзя. Это никакие не гены. Это случилось всего лишь раз. И это ничего не значит. А ты как будто себя наказываешь. Наказываю? Ну, конечно. Ты даже не пил никогда долго. А теперь вам просто сливаешь свою жизнь в помойку. Ты ничего такого не сделал. Ты не виноват. Я избил тебя! Нет! Ты меня толкнул. И то мне пришлось очень постараться, чтобы довести тебя до этого. О, как! Вот это поворот. Прости. Прости меня. Нет. Я не знала, что ты не будешь так себе объяснить. То есть я не злодей? Мы с Валеркой Рутиняном все это придумали и провернули. Я знала, что это плохая идея. Я места себе не находила с тех пор. Прости, Леша. Прости, Леша. Все же с тебя испортило. То есть вы меня просто развели. Ну и правильно. Лохов надо разводить. На то они и лохи. Да чего ты-то, не расстраивайся. Ты же из меня человека сделала. Благодаря тебе я теперь циничный, обаятельный, холостяк-алкоголик, которого полиция считает маньяком. Он прекрасный образ. Ладно, нормально все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ранная логика у этих полицейских. Они считают, что если человек ударил женщину, то и убить может. А если никогда не бил, то и не может стать маньяком. Это же глупо. Человек может стать маньяком вообще без видимых на то причины. Например, находясь под впечатлением от убийств настоящего маньяка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ваше настоящее имя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Место жительства. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вам знаком этот аппарат? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мы нашли его в вашем рюкзаке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не мой фасон. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я повторяю свой вопрос, как он оказался в вашем рюкзаке. Я не знаю. Этот телефон я вижу впервые. На нем что, есть мои отпечатки? Чьи твои? Руслана Тололихина? Бомжа? Которому принадлежал твой паспорт? Кто ты такой? Ой, я тебя спрашиваю. Твое настоящее имя. Игорь, можно тебе на пару слов? Что? Игорь, так нельзя. Это не кабинет психолога. Это не продуктивно. Если от тебя что-то… Прости, я тебя перебью. Суходольский в своем офисе, оказывается, обитает не один. Есть там у него один интересный сосед. Съезжу, поговорю с ним. Не надо. Я сам. Мне нужно проверить реца, а вы раскопайте пока все на этом. Полиция считает, что это я их. Всех. Чушь. Чушь. Не можешь ты никого убить. Леша. А давай… Давай я скажу, что я была с тобой. Ну, это же неправда. Разве это важно? Конечно, важно. Только это и важно. Ты думаешь, почему я стал хорошим журналистом? Потому что я никогда не вру. Нет, я могу, конечно, бросить какую-то дичь, но я всегда оговариваю, что это только предположение. А напрямую я никогда никому не врал. В том числе и тебе. Лучше бы врал. Ну, тогда на равных были. У меня был бы шанс. Тебе пора. Тебе пора. Черт. Привет. Оля… Оля. Ос�ила. Очень Claro. Оля. 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 Ога. Оля. Девятая б theta. Оля. Ну, что? Как дела у вас? У кого у вас? Ну, у тебя, у вас. С психологиней, с этой. А это что? Ой, Господи, там написано. Документы на усыновление ребенка. Зачем тебе это? Догадайся. Ты хочешь усыновить ребенка? Возможно. А ты хотя бы представляешь, что это значит? Я? Нет. Оля, перестань. Перестань. Это очень сложно. Витечка, Витечка, милый, а чего ты так разволновался-то первый раз? Он разволновался. Ну, тебе-то какое дело? Вот тебе какое дело? Ты же со мной разводишься. Оль, по-моему, это не очень удачная идея. Прекрасная идея. Ты делаешь это, чтобы насолить мне? Ты придурок какой, а? Ты думаешь, что я все делаю из-за тебя? Психолог. Ну, ты даже с кошкой не справилась. Ой, я кошку отдала из-за тебя. Слушай, оставь уже меня в покое. Ты пьешь через бела дня? Какие дети? Кстати, ты прекрасно знаешь, что у меня нет проблем с алкоголем. А пью я исключительно из-за того, чтобы заглушить ту невыносимую боль, которую ты причинил мне. Если ты не передумаешь, я пойду к психологу, который дает заключение, и объясню ему, что ты действуешь под воздействием эмоций, и никакого усыновления не будет. Нет. Ты так не сделаешь. Я сделаю это. Сделаю обязательно. Ты отравил мне жизнь. Я тебе столько лет отдала. А ты меня вышвырнул на помойку. Может быть, мне тебе напомнить, что это твоя была идея, пятнадцать лет назад, чтобы я сделал аборт. Я теперь не могу иметь детей. Я не хотел, чтобы так вышло. Но так вышло! Оля, тебе надо успокоиться. Да пошел ты! Господи, как ты меня достал! Рассудительный такой, спокойный! Пошел ты! Чудовище ты! Вот так, значит, вы не общаетесь с бывшим мужем. Хочешь что-то спросить, спрашивай меня. Я вас не задерживаю. Петя там живет. У его жены раньше здесь фотостудия была. Потом развелись. Сейчас она в их квартире, а он здесь контуется. Вот такой у нас тут клуб неудачников. Я смотрю, тебе на себя наплевать. Почему я тебе алиби должен искать? Наверное, потому что ты мне информацию сливал. Хочешь? В морду. Не прокатиться ты при исполнении. О, Петруха, а ты что тут? Да я месяц назад как уволился. Задолбала гонять туда-сюда. Все хотел к тебе зайти. Ты давай это, поосторожнее, а то хату вынесут. Ты о чем? Недавно возвращался домой. Смотрю, у тебя дверь нараспашку. Захожу, а ты там, типа того, пьяный в хлам на полу спишь. Бывает. Не припомните, какого числа и в котором часу это было. Говори, говори. Это мой приятель, следак. Думаешь, что я серийный убийца? Ну, да ведь. Пятнадцатого числа это было. Часов в девять вечера, типа того. Спасибо. Если что, я с вами свяжусь. Спасибо, Петя. Зайдешь? Виски будешь? В воду буду. Если есть. Ты действительно думал, что это я? Разве тебе не наплевать на людей? Рассказывай. Что нового? Если узнают, откуда ты взял оперативную информацию, у тебя могут быть проблемы. Ну, так пусть не узнают. Уже узнали. Спасибо, что предупредил. Почему ты вообще решил не сливать оперативную информацию? Ты знаешь, хотел, чтобы люди были бдительнее. Благородно. Знаешь, я тут подумал. Я ведь тоже могу помочь. Ну, и просмотров себе набрать, конечно. Должен же я что-то поиметь от своей доброты. Привет. Привет. Извини, что без звонка. Ничего, я всегда рада тебя видеть. Нет, не трогай. Там может быть все что угодно. Можно позвонить ребятам. Да ладно, успокойся. Это какая-то бандеролька на твое имя. Ты ничего не заказывала? Точно. Я же заказывала книгу. Алло. А кто это? А, да. Спасибо, да, забрала. Извините. Курьер. Который принес посылку, а у нас не было дома. Алина, что происходит? Я могу чем-нибудь помочь? Нет, все в порядке. А ты чего приезжал? Да ладно, забудь. Я думал, это у меня проблемы. Но на фоне твоего стресса это просто детский сад. Так что обоих горестях будем говорить после. Пока. Что случилось? Что ты огреешься? Да у матери, походу, мутки с тем профессором. Давно? Ну, походу, да. Вряд ли бы она стала искать мужика после смерти отца. Значит, еще при нем мутили. Но потом, не зря же родичи решили развестись, так? Наверное, отец что-нибудь заподозрил и... Ну и что бы ты хотел за него утомстить? Как? Проведу ему кора чаги? Ты же не любишь тейквондо. Откуда ты ее знаешь? По глазам видно. Не люблю. Я пошел туда из-за матери. Она хотела, чтобы я мог за себя постоять. А я сам видишь. Ты про то, что тебе мешка будет? Забей. Я думал, с приходом нового тренера все изменится. Куда там. Этот Руслан просто зануда. Только и может что со своими правилами приставать. Знаешь, не чел, а какой-то андроид. Основатель тейквондо генерал Чой Хон Хи говорил, что ранние тренировки дают возможность вступить в контакт с природой. Ложитесь в 9 вечера, вставайте в 6 утра и правильно питайтесь. И помните, что тейквондо это единение с природой. Да, он зануда. Ну вот. Спасибо тебе. За что? Мне всегда хотелось иметь старшего брата. Такого, знаешь, отбитого чувака, который будет по утрам со словами «Вставай, придурок, солнце уже высоко». Ну я тебя могу устроить. Да, мам? Мам. Слушай. Сегодня ко мне приходил мой коллега, мы работаем вместе. Что? Ну я же видел, как он на тебя смотрел. Я скажу ему, что больше не приходил. Как хочешь. Спокойной ночи. Пока, мам. Я бы хотел принести свои извинения Алине Борисовне Воронцову. Я бы хотел принести свои извинения Алине Борисовне Воронцовне. За два прошлых ролика с нападками в ее адрес Сейчас я понимаю, что Алина Борисовна была абсолютно права Человек, совершивший эти убийства, трус, мразь и ничтожество Он боится женщин из-за своей умственной и сексуальной неполноценности Он не человек и даже не животное Он ничто, его нет, его никто не любит и никогда не полюбит Потому что его не за что любить Но и бояться его не стоит Потому что он не страшный Он слезняк Вы же не будете бояться слезняка Спортсмен А это мой знаменитый пинок маньяка Я тебе что сделал? Ничего не сделал Отстань, отвали Отпусти Я тебе говорил, Антоху не трогать Говорил? Тебе руку сломать, чтоб тебе дошло Да нет, отпусти Извини Извини Еще раз, Антоху, помнишь? Здрасте Наконец-то Привет Вот смотри, что нам аналитики нашли Илья Вараев Аж целый чемпион по боям без правил Ух ты Почему вы Не сказали нам правду? Ну вы же знаете почему Что я вам должен был сказать Что моя жена и дочь шли в школу А их на джипе сбил пьяный человек Что я за этим ничего не мог сделать А он гуляет по свободе Потому что он сын депутата Это вы хотели услышать? Правосудие не свершилось И вы вините себя? Винил Поэтому пришел к нему Посмотреть ему в глаза Да, Савка Задать вопрос Как ему с этим живется? Я муж Тани и папа Оля Которых ты убил А, понял Ну что тебе сказать, братан? Сорян, сорян, сорян Сорян, сорян Тебе вообще плевать Ты убил двух невинных людей Ты как с этим живешь-то вообще? Нормуль Не переживай так за меня Отлично живу Ну что же пойдешь? Вы его убили? У меня профессиональный удар Но убивать я его не хотел Почему не вызвали полицию? Было бы непреднамеренное Вы сейчас серьезно? Он убил двоих человек Ему за это ничего не было Вы хотите, чтобы я поверил В справедливость? В систему? Да, я испугался Я не собирался проводить Остаток дней в тюрьме Из-за Человека, который лишил меня всего А что было дальше? У меня оставались кое-какие связи по спорту Мне сделали новые документы Я поехал в Озерск Первое время тяжело было Даже повеситься дома Потом встретил Марго Влюбился Я знаю, что это она меня сдала Но я ее не виню Она просто испугалась Она вас не сдавала Хотя это было бы правильно Мы просто проследили за ней Давайте еще раз Вам знаком этот аппарат? Нет Вы уверены? Абсолютно точно Где вы были вечером 15 и 21 числа? У Марго Там консьерж в подъезде Он все записывает Да и камеры везде Вы можете проверить Проверим А что теперь будет со мной? Сделаем допрос по смерти Гурина И передадим вас коллегам Спасибо Ладно, расставь Абсолютно Хочет абсцент Тихо все За наш прекрасный город И за вас, дорогие друзья За эту жалкую трусливую деревню И за вас, трусливых крыс Которые позволяют какому-то жалкому неудачнику Себя терроризировать Ну понеслось Тоже мне герой Я хотя бы Не боюсь этого урода В отличие от вас всех Трехочковый Ты идиот? Азечка Зачем ты разбиваешь мне сердце? Да пошел ты Уже в пути Субтитры сделал DimaTorzok Стоять, полиция! Только за голову! Быстрее! Ну что? Ой Все, парни, пакуйте его Спасители Не обочался? Че так долго-то? Ты ребятам спасибо скажи А то лежал бы в интересном позе С правом из головы Да ладно, ладно Все Давай поехали в отдел, дашь показать Слушай Я че-то Давай завтра, а? Правда не готов сейчас Игорь, ты с нами? Давайте Спасибо за службу Я домой Ну че, едешь? Ваше имя? Вы же забрали мои документы Ну окей Сергей Барковский Зачем вы напали на Суходольскую? Он оскорбил мою подругу Когда? Так в баре же А они с девчонками сидели Так он ее прилюдно и опустил Она позвонила мне вся в слезах Ну я ей подорвался Чтобы мою морду начистить А вы бы на моем месте как поступили? Ты дома? Да, а что? Ты когда сидел в баре С кем-нибудь конфликты были? Может ты обидел какую-то девушку? Ну че там было такое А в чем дело-то? Закрой дверь и никуда не выходи Возможно тот, кто на тебя напал Это не наш клиент Ну здрасте Че, я зря по башке что ли получил? Возможно Сиди дома, завтра решим что с тобой делать Подожди, ты хочешь? Ты хочешь сказать, что он может? Ага, понял Понял Ладно, не переживай У меня здесь дверь как в бомбоубежище Хорошо Я назову вам несколько дат Вы постарайтесь максимально подробно вспомнить Где вы были в эти дни Если ваши показания подтвердятся Вы можете быть свободны Мы же его поймаем Поймаю Что? Слушай, а есть телефон парня этого, который на меня напал? Тебе зачем? Да извиниться хочу Что с его девушкой так получилось Че-то я пережестил Ты же знаешь, я не могу дать Ну иди к черту тогда Ну и взаимно Завтра заеду Вот, иди к черту там Оля! Оля! Оля, Оля, проснись! Оля, проснись! У нас пожар! Пожар! Вставай! Вставай, я скажу! Что ты делаешь? Пожар у нас! Пожар! Что случилось? Галия! Так что здесь? Иди сюда! Куда? Залежай на подоконник! Залежай на подоконник, я скажу! Я не смогу! Все получилось! Я не смогу! Я не смогу! Я не смогу! Держи за руку! Да куда? Далевую руку бери меня! Не понимаю! Я не смогу! Держи! Все Living, Рекс! Держи за руку! Я не могу! Оля! Няхая! Няхааааак! Няхаааааааааа! Держи! Держи! Няхаа. Няхаааааааа! Няхааааа! Няхааа! Продолжение следует...